Я московский озорной гуляка Субтитры подогнал «Симон» Я однажды разговаривал с очень богатым и интересным человеком И у нас зашла тема про деньги И он меня тогда спросил Какая самая важная кнопка на калькуляторе? Ну, честно сказать, я тогда замешкался И ответил, что это типа умножить Но его ответ я хорошо запомнил Потому что он меня тогда очень сильно удивил Он сказал, что самая важная кнопка – это кнопка деления Чем больше мы делимся, тем больше к нам приходит в ответ Со своими близкими, со своими друзьями Абсолютно неважно, даже с малознакомыми людьми Если у вас есть желание и возможность поделиться Обязательно это сделайте И вы увидите результат Прошло практически полтора месяца с последнего выпуска с Валерием И я думаю, вам интересно узнать, как у него здоровье и как он сейчас живет Валерий, смотрите, тут небольшой подарочек первый А не важно, что это? Главное, что это самое Дед Мороз, новогодний Да, новогодний А что, как вообще здоровье-то? Спасибо, на бок уха не подумай, что хорошо Ну а так, вообще, как? Я серьезно, полностью, вот на полном серьезе Спина ужасная, адская боль Я вот практически не сплю А тогда приходил врач? Да Чистковый? Что сказал? Да, 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 мужик приходил, ну полный такой Что сказал? Что он сказал? Покупай лекарства Он не выписывался, назвал название только Ну а не без рецептов, там, треперепер Такое Вот, а на что покупать-то? Копеек нету Что было за этот месяц? Расскажу случай Вот когда, то ли вчера, то ли позавчера Вот я точно не помню Как в песне поется Есть хотел, хлеб украл, а закон покарал Ну, грубо говоря, в принципе, практически Получилось, грубо говоря, как в этой песне То есть я стащил кусок колбасы, да Врать не буду, отрицать не буду, очевидный факт Меня поймали Все, погрозили пальчиком Так больше не делай, все Сядь ты, компаршен, лапари Мне много, на самом деле, пишут людей, что вас видят, вас узнают Вообще подходят? Да, конечно Что говорят вообще? Ну, говорят, привет Вы прям стали популярным, да? Ой, не то слово, блин Я... что вы, блин Я теперь... Вас теперь все знают, да? Ага Известно, очень-очень редко там рублик кинут Ну, что мне с этого рублика, я извиняюсь Да, к сожалению, я, ну, скажем так, попрошайничаю у одной из станций метро Это уже неотъемлемая часть меня Мой образ жизни, скажем так Ну, не могу я без этого Ладно бы я там миллионы зарабатывал, другое бы дело, не обидно бы было А так Для меня это как общение с людьми Это вот люди подходят, кто-то кидает рублик, кто-то не кидает Ну, в любом случае я по-любому общаюсь с кем-то С мужчинами, с женщинами, с детьми Спасибо большое заранее Есть ли новогоднее настроение? Вот такой простой вопрос Ну, в принципе, и да, и нету Так, палка двух концов, скажем так Трудно ответить на этот вопрос однозначно Ну, кстати, у меня день рождения, 25 декабря Сколько исполняется, Валерий? Какой сейчас год? 18-й Да Ну, считайте, я считаю, что 51, значит, получается А с кем будете отмечать день рождения? Ну, скажем, как бы выразиться поприличнее это самое Вот друзей, причем, ну, как друзей, знакомых, скажем так Вот, практически все, практически все, ну, на 99% Вот, алкаши, скажем так Нет, я выпить не отказываюсь, врать не буду Глупо отрицать очевидный факт Ну, не ставлю этого главу угла, скажем так Попрошайничать за бутылку водки? Не-е-е Поскольку вы с трудом ходите, да? Очень, огромный труд Вот, и с коляской, вероятно, все неудобно Очень неудобно И тем более, палку свою вы тогда потеряли Умыв Вот, теперь новая палка Ой, огромное вам спасибо Посмотрите, какая она там нарисована Спасибо огромное, Александр Спасибо вам большое Лучше, чем было? Конечно, лучше, однозначно Первые вообще, как Дон Корлеоне Ну, не то слово, елочки-березочки, это самое Гулять-то гулять, официант-морковку Это называется секретная трубка Смотрите, попробуйте открутить там, где голова начинается Крутите А потом поднимайте Колбасу хотите еще взять? Теперь вам точно отдадут колбасу Нет, ну тогда уж лучше это самый пистолет Пистолет? Ну там автомат, не важно Несколько вопросов от подписчиков Эдуард Морзоев спрашивает Валерий, вы бы хотели заново создать семью Или хотя бы вернуть время назад и начать все с чистого листа? Очень хотел бы, очень хотел бы У меня бывшая жена, Марина, ее завали Марина Владиславовна, скажем так Ну, конечно, я бы очень хотел Я ее до сих пор люблю, ну, все такое прочее Она живет где-то недалеко от метро Гражданский проспект, ну, раньше жила во всяком случае Спрашивают, какие сейчас у вас отношения с матерью? Ну, лучше, чем были, но все равно натянутые, скажем так Она меня не трогает, я ее не трогаю Нас взаимный антагонизм, скажем так Валерий, есть какая-то мечта у вас? Ну, скажем так, примитивная Вот разбогатеть и жениться На молоденькой или своего рода? Ну, там молоденькая, не молоденькая, попадется Изменяюсь, тут шик Так особых предложений-то не поступало Где отмечать будете, Новгород Валерьевич? Здесь, в квартире На кухне? Ну, почему на кухне? Вон, в комнате С матерью или по-разному? Хотя, черт, вот я тут тоже однозначно трудно ответить Ну, нет, в комнате, конечно Валерий, вспомните, пожалуйста, ваш самый запоминающийся Новый год 1994 год Я со своим дедушкой, Александром Львовичем Пошел в лес Мы вырубили елочку Ну, притащили домой Гуляли по лесу, да, брать не буду Ну, вот, пожалуй, все А чем он так запомнился? Вы понимаете, какая штука? Моя бабушка с дедушкой практически меня воспитывали Ну, что, практически так оно и есть Вот Вот эта вся атмосфера новогодняя Запах елки Вот это все мне и запомнилось Мы долго довольно гуляли Ну, новогоднего настроения, к сожалению, сейчас уже нету Ну, грубо говоря, лет 10, наверное, где-то так Ну, свой прошлый Новый год я провел дома Никто ко мне не приходил Уснула, ну, где-то часов 11 вечера, наверное, так где-то Даже телевизор не смотрел, к сожалению Кто-то в гости идет? Не знаю, я, наверное Здравствуйте Здрасте, здрасте Здравствуйте Видео, он опасен Чей? А конфетки? Не понял Сейчас бегу, блин Что ты, коробку конфет куплю Да ради бог Что это было? Ну, это соседка с 8-го этаза, Антони Щегловым Мы в правильных классах учились А, понятно Как вы помните, я создал небольшой фонд помощи Валерия Куда вы могли направлять свои пожертвования Там накопилась небольшая сумма Которую я сейчас пойду и передам Валерии прямо в руки И мы вместе с вами увидим его реакцию Конечно, можно было бы сделать это и без камеры Но YouTube сейчас это вся моя жизнь И не запечатлеть такой момент, я думаю, было бы глупо Тем более, скоро Новый год И время делать подарки и верить в чудо На самом деле, очень много неравнодушных людей Самые неравнодушные присылали некоторые пожертвования для вас В ваш фонд, фонд имени Валерия Спасибо большое Я его назвал именно так Ну вот И все деньги, которые поступили Валерии Сейчас я вам вручу Как хотите, там уже с ними распоряжайтесь Держите Спасибо вам огромное, Александр Это не только мне спасибо Это спасибо вам и подписчикам и всем Как говорится Потому что очень много все-таки неравнодушных людей Которые откликнулись Присылали и по одному рублю И по 10 рублей И тысячу присылали Поэтому, на самом деле, всем им большое спасибо Всем, всем огромное спасибо Там кто, сколько Там кто, сколько, говорится Может, я не жадный человек Совершенно не рвач, там, тары-пыры От души Валерия, есть какое-нибудь желание на Новый год? Будете загадывать? Есть Скажем так Чтобы в следующем году Было чуть-чуть полегче Чем в этом Вот, скажем так Ну и чтобы денег больше давали И чтобы еды побольше было Дать какое-нибудь напутствие Людям, которые вас смотрят Может быть, какие-то ошибки Чтобы они не делали Которые допустили вы Ну какие главные ошибки? Скажем так Не пить Ну, спиртное В смысле Ну, пожалуй, все Валерий Скажите, чем я вообще могу вам помочь? Вы понимаете Вы сделали для меня И так уже слишком много Вот Ну сейчас, конечно Вы не Господь Бог К сожалению Вот Я Что я Как говорится Ну Пожелать сам себе могу Это здоровье Ну, крепкого здоровья Ну, хотя бы Хоть какого-то Желаю Чтобы подписчики Подписывались Только на хороший канал Именно такой Как ваш Спасибо Ну и, конечно Всем здоровья Хорошего настроения И счастья в новом году Поздравляю всех С наступающим Новым годом Теперь я хотел бы сказать Слова благодарности Всем, кто За этот год Помог Каналу развиться Все, кто Ставил лайки Писал комментарии И Репостил видео В общем, как-то помогал Каким-то образом Каналу Вам большое спасибо Также отдельное спасибо Хочу сказать ребятам Кто присылал деньги Для Валеры Смотри Там вообще Это Какой-то дот Что ли Про Валеру Хочу сказать Что дома Конечно У нее царит Атмосфера Такая Знаете Напряженная Я обратил внимание Что у него Действительно Очень натянутые Отношения с матерью И Не знаю Как там дальше Получится Надеюсь Что все будет хорошо Он в моменте Разговора Сказал Что То, чем он Занимается А именно Вот Стоит у метро И попрошайничать Это уже стало Его частью жизни Конечно Он хочет Что-то менять Но Насколько это реально Поменять Такой образ жизни И Он так Знаете Ну не то чтобы признался Но Промелькнули такие слова Что Это уже Как общение с людьми И Я уже без этого не могу Он сказал Если мы сделали ему хорошо То замечательно Если мы что-то сделали не так Что мало вероятно То Ну Мы делали все Что могли Ну что Конец года Надо подводить итоги И Я ставил себе цель 100 тысяч подписчиков К новому году Но к сожалению Не достиг этой цели Расстраиваюсь ли я Ну Если честно Да Но Я сделаю работу над ошибками Чтобы в следующем году Не допустить больше такого Спасибо вам То что вы остаетесь со мной То что вы смотрите Комментируете Подписывайтесь Мне очень приятно Я всегда читаю комментарии И лучшие Отмечаю лайкосиком Поэтому Увидимся в следующем году В следующем году Будет много крутого Будет много клипов Будет деревенский парень Которого вы так просите Поэтому, ребят Всего вам хорошего И С Новым Годом!